Слава Богу! Что люди зрелые, которые отделяли свое время и приходили на молитву. Знаете, чем отличается зрелый человек от незрелого? У него, у зрелого, чувства навыкам приучены. То есть он может управлять собой. Он может распределять свое время таким образом, чтобы управлять обстоятельствами. То есть он определяет, когда и куда он идет. У незрелого человека обстоятельства определяют, куда и когда он идет. Если ты незрелый человек, то обстоятельства будут определять, куда ты пойдешь, когда ты пойдешь, что ты будешь делать. А у зрелого человека, наоборот, обстоятельства ему подвластны. Послушайте меня, Бог сделал вас царями. Мы думаем, что царь это тот, который пользуется привилегиями царской особы. Мы на этот фактор смотрим. Трон, скипетр, держава. Все поклоняются, вассалы служат тебе, государство тебе послушается. Но прежде всего, царь в своей жизни. Тот, который научился царствовать в своей жизни. И я видел людей зрелых, которые царствовали в своей жизни, потому что они сказали, 21 день, невзирая ни на какие обстоятельства, ни на то, что начнется ядерная война, я буду приходить в церковь в 18.30 и предстоять перед моим Господом засевать мои поля. Вот это зрелые люди. Ожидайте огромного урожая в вашей жизни. Так будет. Аминь. Ну, кто-то не совсем аминь сказал. Потому что его не было 21 день. А ничего, у тебя есть возможность в следующий раз сделать так. Халилуя. И прежде чем пожинать, надо посеять. И мы говорим, в перспективе этого видения сегодня, о сеянии и жатве, мы уже целый месяц прожили. Так быстро время летит, друзья мои. Вот только вчера Новый год был. Только вчера год был изменения, обновления. Сегодня уже год сеяния и жатвы. И уже месяц прошел. Месяц. Жизнь пар. Восходящие на мгновение от земли. Я приветствую всех вас, братья. Я вас очень сильно люблю. И сестры, и вас тоже приветствую. Люблю братской любовью. Слава Богу за вас, церковь. И сегодня хотел бы продолжить говорить о видении. Этот год мы объявили годом сеяния и жатвы. И мы уже говорили о том, что мы и все, что нам принадлежит. Вот мы и все, что нам принадлежит. И есть то семя, которое необходимо посеять в почву Божьего Царства для того, чтобы пожать однажды свою главную жатву. У нас есть главная жатва в нашей жизни. И она называется вечная жизнь. Ее тоже надо пожать. То есть если мы хотим пожать свою главную жатву, которая является вечной жизнью, нам необходимо посеять себя. Себя посеять на служение Богу, друзья мои. Павел по этому поводу пишет следующее. Послание к римлянам, 12 глава. И так, умоляю вас. Он использует такое сильное слово. Он говорит, умоляю вас. Он говорит, я упрашиваю вас. Вот иногда просто говорю, чтобы вы обратили внимание. Вы можете услышать, а можете не услышать. Это важно, но вам определять степень этой важности. Но вот Павел здесь говорит, я умоляю вас. Он говорит, вот невзирая ни на что, для каждого, абсолютно для каждого, в любое время, это слово, которое я скажу дальше, особенно важное. И он говорит, я прошу вас, отложите все, сосредоточьте свое внимание и обратите на это слово особенное внимание, потому что я вас умоляю, я вас упрашиваю. Он говорит, и так, умоляю вас, братья, милосердием Божьим. И он не просто говорит, я как сам умоляю, а милосердием. Если вы пользуетесь милосердием Божьим, а мы все пользуемся милосердием Божьим. Каждый из нас пользуется милосердием Божьим. Здесь нет ни одного человека, который не пользуется милосердием Божьим. И если мы пользуемся милосердием Божьим, то мы обязаны ему. И он как бы в этом ключе говорит, вы обязаны этому милосердию, потому что Бог однажды отдал Сына Своего, дабы каждый верующий в Него не погиб, но жил вечно, и это есть милосердие Божие. И мы из-за того, что сегодня имеем вечную жизнь, мы обязаны этому милосердию Божию. И он говорит, вот им, им, ничем другим, ни собой, ничем другим, он говорит, я заклинаю вас, я умоляю вас. И он дальше говорит такие слова, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Послушайте меня. Посев – это тоже своего рода жертва. Посев – это тоже своего рода жертва. Когда ты сеешь, ты с чем-то расстаешься, ты отдаешь то, что необходимо тебе самому. В этих стихах Павел призывает нас посеять себя в разумное служение Богу. Он говорит, посейте себя в разумное служение Богу. Друзья мои, послушайте, что я хочу вам сейчас сказать. Не получится ничего достигать в этой жизни, если вы не будете посвящать себя. Если вы не посвятите себя служению Божьему, не ожидайте, что вы чего-то достигнете в этом служении. Вы ничего не сможете достичь. Если вы не посвятите себя бизнесу, вы не достигнете хороших результатов в бизнесе. Если вы не посвятите себя семье, вы ничего не сможете сделать в семье. Если вы не посвятите себя воспитанию детей, вы не достигнете результатов в этом. То есть в чем вы себя не посвящаете, в том никогда не ждите результатов. Во всем, абсолютно во всем, в каждой сфере нашей жизни нужно посвящение, друзья мои. Но очень часто неправильное понимание о посвящении не дает нам в полной мере реализовать посвящение. Почему? Потому что мы часто думаем, что посвящение – это отдавать большее количество времени чему-то. Если вдруг я посвящен служению Богу, то тогда я не могу быть посвященным семье. Или если я посвящен бизнесу, тогда я не могу быть посвященным воспитанию детей. То есть чему я посвящен, тому я отдаю все свое время. Но это действительно не так, друзья мои. Это в действительности вообще не так. Бог нас сделал многофункциональными. Мы можем преуспеть с вами не только в жизнеполагающих сферах жизни своей, в основных сферах жизни, но мы также можем быть и творческими людьми, что-то создавать новое и тем самым улучшать себя и мир, окружающий нас. Потому что мы созданы по образу и подобию Богу. Мы созданы творцами. Ты не создан, чтобы прожить эту жизнь и однажды умереть, ничего не достигнув и ничего не создав в этой жизни. Ты создан творцом. Ты как и отец, творец. Ты создан для того, чтобы улучшить себя, чтобы улучшить мир, окружающий тебя, быть благословением для многих, не проклятием, не проблемой, не занозой, не жалом воплоти, а именно благословением. И поэтому ты должен быть творческим человеком. Ты должен думать о том, как себя улучшить. И Бог дает тебе на это время, и Бог дает тебе на это силы и способности. Но для того, чтобы это сделать, тебе надо посвятить себя. Посвящение – это не то, сколько я трачу времени. Посвящение – это отношение. Друзья мои, это отношение. Здесь главное применить мудрость, которая выражается в следующем. Всему свое время. Всему свое время. Есть время созидать бизнес. Есть время заниматься семьей. Есть время, когда надо служить Господу. Есть время, когда надо заниматься спортом. Есть время, когда надо заниматься творчеством. Всему свое время. Нам надо с мудростью распределять свое время. Посмотрите на Бога, на нашего Отца, который творил этот мир. Он не сотворил его в один день. Мог бы Бог сотворить мир в один день? Утром сотворить землю и небо, к обеду сотворить растительность, к вечеру светило повесить там и еще как-то, и в один день. А потом там после ночи, после 12.00, когда все смотрят сериалы, сотворить человека на досуге. Бог так не творил. В творении всему был свой день. Вначале Бог сотворил небо и землю, потом свет, потом Он отделил твердь от воды, создав море и сушу, потом повесил, повелел земле произрастить растения, потом повесил светило небесное и так далее, и так далее. В шестой день сотворил человека, а на седьмой день почил. Он нашел время и работе, и нашел время и отдыху. В творении мы видим всему свое время. Бог дает такую же мудрость и нам, чтобы всему было свое время. Есть время, когда ты должен трудиться, да и аминь. А есть время, когда ты должен служить Господу, да и аминь. Бог дал воскресный день для того, чтобы ты был в церкви, а не на работе. И не обманывай себя. Однажды один человек в Ветхом Завете обманул себя и пошел в тот день, в который надо поклоняться Господу, работать. Он пошел собирать дрова, потому что они, скорее всего, нужны были ему и его семье. И сам Господь сказал, вы видите его застану и побейте камнями. Почему? Господь, моя семья, она нуждается. Ты жестокий Бог. Он говорит, нет, не жестокий, чтобы не было повадно всему обществу. Чтобы не было повадно всему обществу. Потому что Господь сказал, всему свое время. Я тебе дал шесть дней собирать дрова. Я один день только взял себе и сказал, его отдели для меня и будь в доме моем. Не просто дома оставаясь между дел, славя Господа, а в доме моем будь. Всему свое время. Ну, шесть дней работай. Шесть дней отдавай время работе. Есть время, когда надо воспитывать детей, оставить работу, оставить служение, оставить все остальное и заняться воспитанием детей. Ты должен мудро распоряжаться своим временем. Что значит посвящать себя, друзья мои? Это не значит отдавать большую часть своего времени чему-то. Это значит, что все, за что вы беретесь и что вы делаете, вы делаете наилучшим образом. Вы делаете так хорошо, что никак по-другому. Вы прикладываете к этому максимум усилий, даже если вы это делаете всего лишь пять минут. Не важно. Время не важно, потому что посвящение это не время. Это отношение. Вот как об этом говорит Павел. Послание Колоссянам. Третья глава. В 23 стихе он говорит следующее. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу». Послушайте, вот она суть посвящения. «Делайте все от души, как для Господа, и в воздаянии получите от Него». Делай все от души. В этих стихах, друзья мои, заложен определенный принцип успеха. Здесь, в этих стихах, есть принцип успеха, который говорит о том, что если мы будем делать что-то, не важно, созидать бизнес, строить свою семью, воспитывать детей, заниматься спортом, творческим процессом, если мы будем делать все, как для Господа, от души, наилучшим образом, то будет успех в этом. Потому что сам Господь даст тебе воздаяние. Сам Господь будет следить за тем, чтобы в этой сфере, которую ты делаешь от всего сердца, от всего сердца, был успех. И знаете, интересно, что в Библии есть такое местописание, с которым я бы не хотел бы согласиться, но оно есть, даже если вы будете, если вы будете прикладывать силы в плохом, вы и в нем преуспеете. Даже в плохом, говорит Господь, если вы будете делать это от всей души, прикладывая силы, вы там преуспеете. Тем более в хорошем. Потому что в хорошем воздаяние приходит от Господа, от Господа. Посвятите себя, посвятите себя тому, чем вы занимаетесь. Посвятить себя, значит отдавать самые лучшие. Посвятить себя, значит отдавать самые лучшие. Павел умоляет нас пожертвовать себя на дело служения. А жертвы и есть отдать то, что для тебя имеет большую цену. Отдать самое лучшее. То, что ты считаешь своим сокровищем. Давайте еще раз посмотрим на стихи, которые Бог дал нам в качестве видения на этот год. Это Псалом 125, 5 и 6 стих. Псалом 125, 5 и 6 стих. Посмотрите, здесь написано. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои. Мы видим, что здесь написано о людях, которые сеют со слезами и с плачем несут семена. То есть при посеве по их щекам текут слезы. И когда они несли семена перед тем, как сеять, они тоже плакали. Послушайте, почему они плачут? Потому что они расстаются с чем-то ценным. С тем, что им нужно, то, что для них драгоценно. Если вы будете расставаться с тем, что не имеет для вас никакой цены, навряд ли вы будете плакать. Навряд ли. Но вот когда вы расстаетесь с чем-то ценным, что имеет для вас высокую цену, то слезы будут наворачиваться на ваши глаза. Но однако, послушайте внимательно, однако здесь слово говорит, что именно тогда, когда мы сеем со слезами, именно тогда, когда мы несем свои семена с плачем, именно тогда мы будем пожинать с радостью. Именно тогда, когда ты будешь отдавать драгоценные семена. Сегодня проповедь называется «Драгоценные семена». Потому что у семян тоже есть качество. Есть простоте семена, есть хорошие семена, есть очень хорошие семена, а есть драгоценные семена. Мы говорили в прошлый раз об этих людях из этого псалма, что они сеяли после Вавилонского плена. И семян было так мало, что они были по-настоящему драгоценны для них. Потому что если семя, которое они бросили в почву, не взойдет и не принесет плода, оно пропало. И поэтому они плакали, они не знали, каков будет результат. И, конечно, в их голове роились разные мысли. Они отдавали самые ценные. И слезы текли по их щекам. Это было для них сокровище. Они расставались с сокровищем. Послушай меня. Только тогда, когда мы отдаем Богу свое сокровище, послушайте, только тогда, еще раз говорю, только тогда, когда мы отдаем Богу свое сокровище, Он открывает свои источники и изливает на нас свои благословения до избытка, меры полной, утрясенной и нагнетенной. Послушай меня, Бог, не мусорный ящик, чтобы сваливать в Него то, что тебе не нужно. Остаток времени, избыток финансов, еще что-то. Он не мусорный ящик, Он всегда требует от нас самое дорогое, самое драгоценное, наше сокровище. Давайте посмотрим примеры из Библии. Бог приходит к Аврааму и просит его принести в жертву своего сына Исаака. Но я хочу сказать вот что. У Авраама на тот момент два сына, и есть еще Измаил. И по-человечески Измаила принести в жертву для Авраама было бы намного легче. Не в нем все обетования. Господь, а какая тебе разница? Ты же получишь сына. Можно было так схитрить и принести Измаила в жертву. Я же принес сына, ты просил сына, на тебе сына. Но однако же, Бог, наверное, знает лукавство сердца человека. Пришел и конкретно сказал, что он требует от Авраама. Бытие 22.2. Он сказал так. Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь. Послушайте, два сына, а он говорит, единственного. Интересно, Бог, а ты что не знаешь, что у меня еще второй сын есть? Он говорит, есть, да. Но я знаю, кто твой единственный и кого ты любишь. Это ты людям можешь рассказывать, что ты всех одинаково детей любишь. А Бог знает твое сердце. И он приходит и говорит, давай, чтобы не было вот этого торга, чтобы ты сам себя не обманул. Меня не обманешь, но сам себя можешь. Я тебе скажу конкретно, что надо сделать. Берешь сына своего, единственного любимого, и приносишь его в жертву. Авраам должен был принести в жертву самое ценное. Не просто, что ему не гоже, а самое ценное, свое сокровище, единственного и любимого сына. Следующий пример. Анна, о которой говорится в Первом Царстве. В Первом Царстве. Книга Первого Царства. Анна, у которой долго не было детей. И вот смотрите, она рождает ребенка. Рождает единственного своего. И через некоторое время отдает его в жертву на служение Господу. У меня вопрос, а смысл этого всего? Зачем, родив ребенка, не успев даже насладиться с ним общением, отдать его? Зачем ты его рожала? Какой смысл, если ты отдала его и осталась опять без детей? Вообще нет никакой логики, никакого смысла. И она, конечно же, отдавала самое дорогое, самое драгоценное. Она отдавала сокровище свое, потому что он был единственным. Она могла бы сказать, Господь, давай так, шестерых рожу, одного там, хроменького, хиленького, какого-нибудь, тебе принесу и отдам. Бог ей даже не сказал так. Он сказал, слушай, отдашь мне сына своего, а я тебя еще благословлю. Вообще не было таких уговоров. Она отдавала с тем, чтобы расстаться с самым дорогим сокровищем и не знала, получит ли что-то взамен. Никаких уговоров и никакой договоренности не было. А вспомните Иакова, у которого был любимый сын Иосиф. Он так его любил, что даже одевал его в цветные одежды для того, чтобы отделить его от всех. Он не стеснялся в выражении своей любви. Интересно. Мы иногда стесняемся, а этот человек ничего не стеснялся. Даже перед своими сыновьями не стеснялся. Он показывал свою особенную любовь к этому сыну. Я не считаю, что это правильно. Ну вот так делал Иаков. Наверное, настолько он любил его, что даже не мог сдержать этой любви, побудив тем самым плохое отношение других сыновей к Иакову. И ему это даже было безразлично. Это говорило о великой любви отца к сыну. И вот однажды его сыновья приносят весть о том, что сына его любимого Иосифа разодрали дикие звери. И в качестве доказательства они принесли ему одежду, измазанную в крови животного. Мы знаем, что там было, что они сами продали измолитянам Иосифа в плен. И он попал в рабство, в дом Патифара, потом в тюрьму, потом только он стал премьер-министром. Но Иаков с этого момента стал считать своего сына Иосифа погибшим. И вот в землю, где жил Иаков, приходит голод. Помните это время? И он отсылает своих сыновей в Египет для того, чтобы они добыли хлеба для его народа. Они приходят, помните, в Египет и встречаются с Иосифом, которого они не узнали. И Иосиф вместо того, чтобы спокойно дать им хлеба, он устраивает им разного рода квесты, такие испытания, то чашу подсунул, то еще что-то. Не просто их так отпускает, а немножко издевается над ними, что ли, чтобы они поняли, кого они в рабство вообще продали, на кого они пяту свою подняли. И вот в очередной раз, когда они стоят перед Иосифом, Иосиф обвиняет их в том, что они шпионы. Он говорит, вы соглядота, и вы пришли, чтобы высмотреть эту землю и потом завладеть ею. Они говорят, да нет, мы не соглядота, они рассказывают, что у них отец есть, рассказывают, что еще младший брат есть. Он говорит, если вы люди честные, и он говорит им такую фразу, если вы люди честные, пусть один из вас останется здесь, а вы сходите к своему отцу и приведите младшего брата. Младший брат Вениамин, вы помните. И Симеон тогда приносит себя в жертву. Симеон говорит, я останусь. И он остается в Египте, а они приходят к отцу своему и рассказывают все, что с ними приключилось. И они говорят, отец, если мы захотим еще взять хлеба, тебе нужно отдать своего младшего сына, любимого на тот момент сына Вениамина, на что Иаков им говорит следующее, вы лишили меня детей. Он так и говорит в 42 главе бытия, вы лишили меня детей. И сейчас Симеона нет, Симеона нет, Иосифа нет со мной. И вы еще хотите забрать Вениамина. И говорит, если он, я отпущу его, он им говорит, если я отпущу его, и он пойдет с вами, и с ним что-то случится, я этого не перенесу. Мы видим, что Вениамин на тот момент для Иакова дороже жизни, дороже жизни, и он не готов с ним расстаться, но мы видим, что голод усиливается в той стране, где жил Иаков, и ему ничего не остается делать, как расстаться с Вениамином, отдать Вениамина, тем самым посеяв его, благополучие своего народа, пожертвовав его, отдать его, чтобы он пошел с его сыновьями. А вы смотрите на самого Господа. Господь посеял в этот мир самое драгоценное сына своего Иисуса Христа, единственного своего, возлюбленного своего. Он посеял, он отдал, он пожертвовал в этот мир. Но мы видим, что Бог никогда не оставляет посеянное без внимания, особенно если это драгоценные семена, Он дает им взрасти и принести обильную жатву. Ибо написано 2 Коринфянам, 9 глава, 10 стих, дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды ваши. Мы видим, что Бог не просто взращивает посеянные нами семена, а дает обилие, дает множество посеянному, особенно тем семенам, которые драгоценны. И посмотрите в эти примеры, посмотрите на эти примеры, которые я привел. Авраам из-за того, что посеял в своем сердце сына своего, любимого своего, Исаака, получает народы в наследие и становится отцом веры. Анна, которая посеяла своего единственного сына, получает еще пятерых. После того, как она посеяла, посмотрите на Иакова, который отпускает Симеона, отпускает Вениамина. Он в следующей главе получает колесницы, наполненные хлебом, колесницы для своего народа. Он получает землю, в которую переселяется весь народ, и они живут в безопасности, и он получает назад и Симеона, и Вениамина, и еще Иосифа. То, что считал потерянным, то, что считал умершим, Бог благословил его и дал ему обильную жатву, а сам Господь, который посеял Иисуса Христа в этот мир, он получил жатву из миллиардов душ, в которую и мы с тобой входим. Послушай, Бог не оставляет посеянные драгоценные семена без внимания, Он дает им обилие, обилие, обилие посеянного. Поэтому, пожалуйста, посей себя, посей себя в Бога, и обязательно Бог сделает так, что горечь утраты при посеве, потому что, когда мы сеем драгоценное, мы чувствуем эту горечь утраты, из-за того, что мы расстаемся с самым драгоценным, из-за того, что мы расстаемся с сокровищем, вот Бог горечь этой утраты обязательно превратит в великую радость. Однажды я читал такую историю про одного евангелиста, который служил в Индии. Он говорит, Индия, где он служил, районный трущоб, очень бедный. Там очень бедные люди живут, и они не приносят финансов пожертвования. Когда собирают пожертвования, они отдают то, что у них есть. Кто-то кусок хлеба, кто-то пакет полиэтиленовый, кто что может. И говорит, когда собирают эти пожертвования, передают пакет полиэтиленовый, который тоже кто-то когда-то пожертвовал. И вот люди берут этот пакет полиэтиленовый и кладут туда то, что у них есть. И он Он говорит, вот я служил этому народу и видел, как они поступают. Вот однажды, говорит, я увидел такую картину. Одна бедная женщина, у которой не было вообще ничего. Она взяла этот пакет, который надо было пожертвовать, положила на стул и села на него. И говорит, Господь, я ничего не имею, но я жертвую тебе всю свою жизнь. И он говорит, я как Иисус в тот момент сказал, она пожертвовала больше всех. Послушай, ты сегодня думай, что я могу пожертвовать? У тебя есть твоя жизнь, у тебя есть семя, которое сам Господь тебе дал. И если ты его посеешь, ты обязательно будешь иметь огромную жатву. Потому что только посеянному, неудержанному, неспрятанному, несохраненному, только посеянному Бог дает обилие. Обилие! Обилие! И Бог хочет в этом году дать вам умножение. Он дает на это помазание тот, кто посеет в этом году почву Божью, поверьте мне, будет обильно пожинать. Потому что сам Господь является самым лучшим агрономом. Он знает, как поливать. Он знает, как сохранять. Он знает, как взращивать. Наша задача – расстаться с тем семенем, который Бог дал нам. И пусть это будут драгоценные семена. Драгоценные семена. Братья и сестры, я призываю вас в этом году обильно сеять, для того, чтобы обильно жать. А потом обильно жать и еще обильнее сеять. Послушайте меня, послушайте меня. Пожертвование – это инвестиция в ваше будущее. Самые лучшие инвестиции.